Бобби Король Грин Бобби очень интересная личность Ребята, давайте соберем на этом видео 7к лайков И я выпущу отдельный видос, посвященный ему Лучше моменты не придумаешь Окей, а мы начинаем, погнали Так, Бобби Грин является настоящим гангстером Ведь он выходит на четвертый бой за последние 6 месяцев Настоящий шок Все из топа ответили отказом выйти на замену сломому Хачеву Но именно король сказал да Вообще, в инсте Бобби закинул сториз, где написал Я им говорю уже сто раз, можете даже не звонить Мой ответ всегда будет да Я думал, что это будет любой другой бой Но Махачева я точно ожидать никак не мог Вообще, путь до Гринстанца сильно напоминает путь Хабиба Нурмагомедова Ведь 6 лет назад, примерно в этот же промежуток времени Орел должен был провести бой против Тони Фердисона Серьезного, серьезного грабблера, который мог составить ему конкуренцию Но тот выбыл за две недели и на замену вышел Дэрил Хорчер Правда, все-таки Грин намного более крепкий боец, нежели Хорчер В свое время Бобби занимал шестую или седьмую позицию рейтинга А в последние годы вообще идет на хорошем подъеме После карантина у него шесть-один в последних семи боях Я не верю, что он проиграл тягу Мойзесу Первые два раунда Бобби забрал чисто и перебил его по акцентированным ударам Поэтому вот так, то что Грин не находится хотя бы в топ-15 Лишь показывает бесполезность этих рейтингов Ведь Сос заслуживает там находиться Боя-единок против Идиева вовсе шедевр После боя с Мустафаевым именно Бобби дал самый равный бой Рафаэлю А в третьем раунде вовсе перебил азербайджанца И сделал это очень жестко Поэтому вряд ли можно назвать Грина проходником Но исходя из условий, при которых он принял бой с Махачевым Да, складывается впечатление, что надо дистанция Кеф вовсе должен быть отрицательным Возможно, он будет крупнейшим фаворитом в истории UFC Окей, понятно, что бой выйдет, интересно Что по навыкам Я не перестану повторять Бобби Грин – это один из лучших ударников легкого веса Поставьте против него чистого кикера Он разорвет его на куски Просто вспомните этот мастер-класс Против насратых аквараста Он же считался таким крутым проспектом А Грин, не используя ни борьбу, ничего такого Чисто на руках отправил его в школу бокса Настоящий гангста-стайл С физиевом он ровно так же выкидывал кучу ударов в сторону атамана Третий раунд был жестко-рубкой Но Грин выглядел намного лучше в ней Вообще, я уже это вроде говорил в роликах, но повторюсь Путь Бобби похож на ринкарнацию Хорхе Масвиделя Оба были около топами, но к 35 годам начали разрывать дивизион Это будет настоящий обезумие, если Грин как-то найдет победу в бою с Махачевым Ведь тогда он выйдет на статус первого претендента в легкой весовой Вообще, если говорить об аналогии с кем-то Бобби по стилю немного схож с Майком Джонсоном Тоже быстрые руки, хороший бокс и при этом оба базовые борцы Ислам тоже, несмотря на все разговоры, обладает неплохой ударной техникой Чувствует дистанцию, хорошо работает киками и пропускает меньше всего ударов Среди действующих бойцов Евси за минуту Сложно представить ситуацию, при которой Бобби подобьет Ислама Так как тот даже не пропускает ударов Но стоит отметить, что если оппонент доведет пач до цели У Махачева зачастую возникают определенные проблемы У него лишь одно поражение в карьере И оно было нанесено ему нокаутом Причем победил его не самый тизлобьющий боец Но прошло 6 лет Очевидно, что Ислам вырос как боец Вообще, если говорить об ударке Безусловно, король Грин впереди Перед разбором я решил посмотреть бои Бобби И вообще, как таковых поединков Где его прям залеживали, без шансов не было В бою с тем же Мойзосом, если его даже переводили Он быстро вставал, да и сам атаковал тейкдаунами Но все-таки он не встречался с грапплером уровня Ислама Махачева У Бобби лучше борьба относительно предыдущих оппонентов Дагестанца Но намного хуже, чем у Дарюша Вряд ли он сможет его чем-то удивить Вероятнее всего Махачев переведет и будет доминировать в партере Единственное, все-таки считаю, что Грина будет намного тяжелее финишировать, нежели Хукера Поэтому вот так Но, конечно же, вряд ли Махачев будет андердогом в этом плане Против кого-либо Тут дагестанец-фаворит Бобби выходит на коротком уведомлении Это вторая весезгонка за последние три недели И вряд ли это хорошо скажется на его организме Да, полежник пройдет в промежуточном весе Но даже это не сильно поможет К тем нечем ремне был готов к 25-минутному бою Махачев прошел полный тренировочный лагерь Очевидно, что в кардио он будет лучше Что насчет ментальности снова же Она должна быть на стороне дагестанца Бобби не отрицает, что дерется лишь ради чека И очевидно, что ему предложили большие деньги Чтобы выйти на замену В последнем интервью Грин отмечал Что он уже был и в топ-15, и в топ-10, и даже в топ-7 Сейчас его интересуют лишь накормить семью Махачев уже нужен трон Титул Вообще, отчасти я рад тому, что Исламу дают проходного соперника Так как если Оливьера не будет тупить Бой против Гейджа для него тоже должен быть легким Тогда мы получим настоящую бомбу в виде боя Чарли и Иссы Ну ладно, до этого нужно еще дожить Здесь Махачев и переходим к тому, как пройдет поединок Вообще, самый логичный вариант это Исход При котором Махачев в Альд Грина финиширует его За 2-3 раунда с Абмишеном Бобби не проиграл таким способом аж с 2009 Но не думаю, что есть какая-то альтернатива Если говорить о возможной победе Грина Кроме как Лаки Панча, я ничего придумать не могу Возможно, Бобби мог бы повторить успех Владимира Миниева Когда тот выжил под натиском борца А потом выиграл Опустошенного Исмаилова Но нет, это что-то из ряда фантастики Ислам Махачев победит в этом бою досрочно С большой долей вероятности с Абмишеном Возможно, он захочет разнообразить свою победную серию И забить Бобби в партере Но это точно будет досрочка Блин, мне жалко, что Грин Только-только пошел на подъем И его пускают в пасть льву Но такова жизнь Заслужено ли выйдет Махачев на титульник Слушай, победа Ну блин, альтернатив по идее нет Поэтому больше да, чем нет Ладно, глянем, что будет дальше Но этот бой невозможно назвать конкурентным Даже если бы у Бобби был полный лагерь Он все равно был ваутсайдером Поэтому как-то так А что вы думаете об этом всем, друзья? Кто победит? Махачев или Ислам? Буду рад выслушать ваше мнение в комментариях